Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. И вам привет огромный с берегов, с диких берегов Азовского моря. У нас сегодня штормит, ну и да ладно. Я сегодня хочу вам показать и рассказать, что мы берем для отдыха дикарями. Пройдемся по каждой штучке, я думаю, что для многих выпуск будет очень ценный. Погнали! Выпуск хочу начать немножко с неприятных таких моментов. Вот мы уже в Крыму видали такое, что люди вот так вот приезжают, видите, отдыхают с палатками и вот так вот сильно гадят. И получается, что по всем кустам, видите, творится вот такая вот жесть. Ребята, отдыхайте дикарями, никогда не мусорьте, убирайте за собой, увозите мусор, потому что вот это хрен его знает, сколько будет разлагаться. Ну и отдыхать вот так вот, конечно, не совсем вау. Ладно, давайте про лагерь. Смотрите, наш лагерь выглядит вот так со стороны. Машина. Мы паркуем машину. Дальше палатка одна, туалет. Организовываем детскую площадку и кухонную и мангальную зону. А теперь давайте обо всем по порядку. Значит, детская зона, ну она нам обязательно нужна, да, у нас два малых, соответственно, песочек, зонтик обязательно, чтобы они от солнца тут не зашли с ума, как говорится. Далее, ребята, сразу можно увидеть сетку. Это обычная строительная сетка. Мы про нее узнали только лишь в Крыму, увидели тоже там у ребят. Вот здесь на берегу вообще еще ни у кого тоже не видели. Она очень хорошо затемняет. Вот смотрите, затемняемость. Это все тенек вот от нее идет. Вот сюда я докупил на нее еще в Крыму, когда мы были в 20-м году. Вот такие резинки, они натягиваются. А с другой стороны я поставил просто веревки. И плюс еще такие распорные. Натягивать можно как угодно. Единственный совет, что если вы берете такую строительную сетку, то берите минимум метров шесть, чтобы у вас теневая зона была как теневая зона. Ну что у нас кусок, по-моему, три на три. И это мало, мало. Его, конечно, ну окей, хватает, но мало. Хотелось бы больше. Возможно, мы докупим больше. Дальше. Туалет. Мы его очень давно приобретали. У нас причем здесь плохо функционирует замочек, что нужно поменять. Фирмы туалет вот. Очень удобный и очень классный. Вот это вот тоже снимается вверх. И его здесь можно использовать как, значит, переодевалку, как душевую, так и туалет. Вот тут у Настины белье висит, переодевается, да. Сюда можно ложить туалетную бумагу, салфетки влажные и средства для унитаза. Вот такое мы используем ведро-унитаз. Очень удобно, оно легкое, как бы можно использовать био, но он тоже, он тяжелый, он занимает какие-то определенные, да, размеры. А ведро-унитаз классный, у него еще свет туда, что-то вовнутрь можно положить, когда транспортируешь всю эту историю. Вот. Дальше. Сразу буду что идти, то говорить. Воду. Воду мы изначально, вот выезжали с Краснодара, мы набрали полные, значит, у нас было 3-5 литровки и еще всякие такие вот маленькие бутылки. Все набрали, вот у нас сейчас мы здесь сутки стоим, у нас осталось только 5-5 литровки и еще половина 5-5 литровки. Воду с собой, если вы езжаете, питьевую возьмите как можно больше, потому что не факт, что где-то сможете купить на разлив, вот, а покупать бутыли по 80 рублей, ну, мне кажется, это накладно. Дальше смотрите, что касается палатки, сейчас пройдемся по палатке. Здесь у нас обычно стелится коврик, мы опять-таки забыли, потому что очень быстро собирались. Сейчас я достал из машины задних рядов свой ковер и постелил, и плюс йога-коврик. Сейчас, понятно, в течение дня ракушки-ракушки, мы в палатку вообще не заходим, только на сон. Вот, здесь обтряхнули, ноги помыли, сюда уже чистенькими наступили и очень чисто зашли в палатку. Дальше, что касается палатки, смотрите, если кому-то нужно. Вот название, Outlenche, дом 3. Мы ее покупали еще в 19-м году, вот. Мы здесь спим все вместе иногда, допустим, когда мы по Крыму ездили, и Настенька с детьми спала в машине, им так было удобнее. А я один здесь спал, плюс по периметру палатки были наши вещи. Ну вот, сегодняшнюю ночь мы спали все вместе, и завтра тоже мы будем спать все вместе здесь. У нее вот по минусам, смотрите, плохо, что москитная сетка, да, и есть только вот маленький такой проемчик. Было бы круто, если полностью вот эта дверь входная была из москитки. Либо вообще вот эта полностью была из москитки. И так же, чтобы на другой стороне тоже не просто маленькая кошка была, а москитная сетка, а полностью стенка. Ну, вход понятно, двойная собачка. Здесь дно, так, здесь дно, вот, сами видите, какое. Сюда можете ложить матрас, йога-коврики, спальные мешки. Короче, кому как удобно. Мы просто бросаем плед, одеялко, и все. Нам нормально такая твердая поверхность получается, и нам хорошо. Вот, в полный рост здесь не встанешь, но сидеть удобно, комфортно, и вот крючок. Также к этой палатке есть зеленый чехол, такой навес ставится, чтобы, например, когда сильный дождь, то сверху обязательно кидайте. Учитывая, что сейчас дождя нету, воздуха в палатке не хватает, поэтому мы его в летние такие дни всегда убираем, чтобы хоть как-то лучше продувалась палатка. Хотя вот этот материал, он не слишком-то и пропускает воздух. Ну, в принципе, ладно, окей, нормально, достаточно. Что касается ветрозащиты, палатка выдерживает хорошие ветра, крымские ветра тоже выдержало достаточно кайфово. Дальше, смотрите, перемещаемся. На чем едим, зачем готовим. Это стол этой же фирмы Outventure. Так, давайте я вам покажу, где-то здесь был ярлычок Outventure. Не помню стоимость, он шел, значит, в сам стол, в комплекте 4 стула. И плюс есть вот такая вот полка из сеточки, да, сюда же там ложить всякие продукты. Плюс на одной стороне есть карманы, видите, вот так вот. Хоп, зацепляется. Вот, кармашки. Ну, удобно. У него есть регулировка по высоте, то есть вот так. И если еще поднять, то он примерно вот так сейчас просто это демонстрировать не буду. В комплекте я сказал 4 стула, у нас, правда, осталось 3, потому что один мы в том году в Крыму сломали. Так, далее. Далее у нас, ребята, кружки. Берите с собой не стеклянные, если вы отправляетесь отдыхать. Берите металлические, тоже мы покупали, хочу, по-моему, в автозапчастях. Тут по цене покажу. Две большие нам и две маленькие ребятишкам. Плитка. У нас самая обычная плитка, она, по-моему, вообще из раздела газовых самая дешевая, но в ней есть огромнейший плюс. У нее вот эти лепестки, они закрывают от ветра. И у нас никогда такого нету, что у нас, например, баллон расходуется быстро. А есть плитки, например, такие квадратные, где ставится баллон, они так красиво смотрятся, как такая классная плитка. Но ветрозащиты вообще никакой. Соответственно, когда дует ветер, газ расходуется гораздо быстрее, проверено. В Крыму мы проверялись с нашими друзьями, у них как раз квадратная такая классная плитка, они там заморочились. А в итоге у нас один баллон стоит 3 дня, у них один баллон за полдня, и все. Поэтому, ну, по мне, так лучше такую. Единственное, что здесь вот это вот, который, так, он создает искру, как правильно называется, не знаю. Он давно у нас тоже не работает. Ну, просто надо поменять ее, а она стоит 4 рублей 900. Недорого. Вот. И вообще обычные баллоны. Если у вас есть большой баллон, можно большой баллон заправить, но вот такого одного баллона хватает надолго. Металлический чайник, самый тоже обычный, чтобы можно и на костер кинуть, и на газу согреть. Далее у нас недавних пор появилась вот такая вот посудина, трансформер. Она полностью вот так вот складывается. Вот. И получается плоская. То есть вот такой вот комплект на природу нарулить вообще будет супер. То есть такие же типа есть и всякие подсалатницы, стаканы. Вот такие чик сложились в плоскость, и все. Здорово. Так, дальше давайте по машине вам немножко, да, покажу. Так. Мы, если что касается вот продуктов, смотрите, мы все возим вот в таких контейнерах. Вдруг тоже кому-то нужно. Берете контейнер под продукты один, нам, в принципе, хватает. Сюда даже немножко ложим всякие такие-то тарелочки, миски. Мы берем, значит, с собой ведро, всегда возим. Он даже расколотый, потому что ему уже прилично времени. Оно прошло вместе с нами достаточно долгое время. Вот, ведро тоже где-то что-то постирать и так далее, и тому подобное. Вот, в принципе, здесь все. У нас также есть два детских автокресла. Вот это и вот это. Соответственно, мы бывает вытаскивать автокресла и просто ставим их прям так, и дети, например, там могут сидеть, там, не знаю, что-нибудь там посмотреть, если позволяет, к примеру, интернет. Хотя давно так не делали. Так, это чехол, это все от туалета, соответственно, чехол от палатки, все-все-все остальное я просто убираю в чехол из туалета, чтобы ничего не потерять. Ящик с вещами, тут все, я думаю, максимально понятно. Так, что касается люка, когда мы спали в машине, я делал специальную москитную сетку. Она, кстати, тоже есть у нас с собой. Не помню просто, куда я положил. Смысл заключается в следующем, что вырезал просто кусок, в тканях купил. Может быть, кому-то тоже нужен такой вот совет, воспользуйтесь. По периметру нашил тонкий магнит. Сверху накладываешь на люк, и все, в машине комфортно продувает. Вообще продаются на вот эти стекла, ну, специальные, заказные. Просто, когда мы поехали в Крым, не успел заказать, они там под заказ были, вот, поэтому самодельно сделал, и нам в Крыму это очень-очень пригодилось. Теперь еще давайте по вопросу, а как заряжаете, а как чего. Кстати, вот видите, привязал это все, вот этот теневая, теневой навес. Как мы заряжаемся? Смотрите, у меня давно в машине стоит преобразователь. Так, не знаю, давайте покажу. Вот, фирма. Вот так вот, да, если вам будет видно. Вот. Давно он у нас. Я включаю его в свою розетку, где здесь постоянный ток. Все, сюда обычные розетки, ой, господи, шишки оригинальные от телефонов, от камеры, от дрона. Вот, видите, DJI. Вот, включил, поставил, зарядил. Также можно два сразу заряжать. Вот, этого хватает, машину вообще-то можно не заводить. Вот, собственно, если нам, допустим, нужно это в палатку, то я вожу с собой, как правило, удлинитель. Удлинитель, единственное, у меня очень хороший. Такой, знаете, как это правильно называется? Пилоты. Вот, и кидаю в палатку, и все, там спокойно могу ноутбук заряжать и так далее, и тому подобное. Вот. Вот он лагерь. Кстати, вот еще, если вы прям едете надолго, мы с собой возим еще вот такую вот белевую веревку, которая не растягивается, да. Мы ее просто натягиваем между деревьями и используем как, ну, как белевую веревку, чтобы посушить вещи. Что у нас сейчас по лагерю не хватает? Не хватает умывальника. Блин, забыли вообще. Умывальник. В попыхах собирались просто и не положили. Если вдруг вы тоже забыли, просто можно откручивать бутылку, слегка поливать, либо повесить бутылку, да, и использовать как умывальник. Можно так. Мы поливаем, не очень хотим портить бутылку, чтобы потом ее выкинуть. Вот, поэтому просто из бутылки поливаем. Ну, и последняя зона, да, у нас вот в нашем лагере здесь, это мангальная зона с видом на море. У нас обычный мангал, обычный уголь. Мангалу тоже много лет, еще с 19-го года. Мы его возим, и у нас в чехле, как бы так вот. Вот. И, соответственно, решетка и шампурики. Все. Это то, что вообще всегда, как говорится, катается в машине. Вот. Вот такая вот береговая линия. Давайте теперь я покажу, как здесь все выглядит с высоты. Ну, если я вдруг что-то забыл, либо задавайте вопросы в комментарии, постараюсь на все ответить. Вы смотрите кадры с воздуха, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok